Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухта и предлагаю вашему вниманию свежее видео с торговыми идеями, потому что у нас сегодня будет не просто обзор рынка, у нас сегодня будут торговые рекомендации на предстоящую торговую неделю, но в принципе уже с понедельника я думаю, что можно открывать торговые позиции, если вы еще ранее не открывали по моим предыдущим публичным торговым рекомендациям, потому что еще в последнем видео обзоре я вам советую открывать торговую позицию на укрепление американского доллара по отношению к другим валютам. Что сейчас? Сейчас у нас рынок еще находится на этапе доформирования торговых позиций, то есть паттерны у нас уже актуальны, паттерны уже у нас сформированы, но торговая позиция еще набирается и это мы в принципе видим закрытиями последних дней прошлой торговой недели и в пятницу и в четверг. Мы еще консолидировались в рамках торговых форматов, но тем не менее подтверждали актуальность торговых паттернов. Поэтому моя сегодняшняя торговая рекомендация, которую можно использовать уже с понедельника, работаем на укрепление американского доллара по отношению к другим валютам, таким как евро, франк, фунт, австралиец, новизландский доллар. Ребята, все эти валютные пары, я считаю, уже готовы на текущий момент, уже готовы показать хорошие импульсные реакции в соответствующую сторону. Но на самом деле я еще ранее советовала вам торговать на укрепление американского доллара по отношению к другим валютам. Если вы открывали торговые позиции по моим предыдущим торговым рекомендациям, то некоторые уже себя локально отработали. Это касается продаж по валютной паре OutUSD, которые отлично отработались еще на прошлой торговой неделе локально. Это касается покупок валютной пары USDCAD, которые также отлично отработались. Я советовала открывать соответствующие торговые позиции публичным видео, которое называется «Бзор рынков на 9 января». То есть кто смотрел, кто воспользовался, вы уже по этим валютным парам могли локально заработать. Но дальнейшую картину по этим инструментам, а также по другим инструментам из рынка Форекс, озвучу сегодня. Сегодня будут, как я уже сказала, торговые идеи. Ребят, я хочу напомнить, что все рынки я анализирую после авторской торговой стратегии «Защитный тратинг». Я отбираю для вас торговые формации, торговые паттерны, которые понимаю, которые формируются на графике по мере наличия подтверженной защиты. То есть если у нас защитным движением подтверждено, правильная торговая комбинация. Соответственно, формируются паттерны, и тогда я отдаю торговые идеи, как публично, так и в своем закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухта». Кстати, во второй половине сегодняшнего обзора я вам покажу свою работу в закрытом телеграм-канале. С начала месяца января, то есть с 1 января покажу, какие торговые сигналы получали подписчики, как я сопровождаю эти торговые рекомендации. Вы увидите мой формат ведения закрытого телеграм-канала, мой формат сопровождения торговых рекомендаций. И, соответственно, если вам понравится, если вам импонирует мой подход, вы можете написать мне по поводу подписки на закрытый телеграм-канал. Все мои контакты есть под видео. Также, ребят, хочу напомнить, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер» сегодня в субботу. У нас сегодня 13 января, и продублируется на YouTube-канале «Компания Маркетс» в понедельник, 15 января. Плюс напомню о том, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер», для того, чтобы всегда получать хороший контент аналитический с анализом основных финансовых инструментов, с анализом основных рынков. Вот как сегодня я даю торговые рекомендации по рынку Forex. Сегодня мы сделаем акцент на рынок Forex. Но очень часто я делаю также обзоры всех рынков. Плюс, если есть у вас какие-то другие вопросы по другим инструментам, которые вы торгуете, и которые я не рассмотрела в обзоре, вы можете задать соответствующий вопрос в комментариях, и я буду отвечать на следующем обзоре обязательно. Сегодня также отвечу на ваши предыдущие вопросы. По газу был вопрос и по одному из индексов. Также посмотрим графики этих инструментов и выскажу свое мнение. Ну что ж, давайте начинать. Ребят, сегодняшнее видео с торговыми рекомендациями по рынку Forex. Рынок Forex – это тот рынок, на который мы сейчас с вами обращаем основное внимание, вернее сказать, на который я советую обратить внимание, потому что по моей стратегии здесь сформировались замечательные торговые паттерны. И фактически дублируя свое предыдущее видео, которое также было в качестве торговых идей по Forex, значит, обзор рынков на 10-11 января, то есть кто смотрел, вы уже могли открыть торговые позиции и их удерживать. Если не смотрели, сейчас мы будем делать апдейт этих торговых идей, и сейчас я буду говорить о том, сохраняется ли у нас перспектива дальнейшая, та же, которую я озвучила в предыдущем обзоре. И если да, то выскажу, какой потенциал и какие основные ключевые уровни откатные, которые также формируются по моей стратегии, то есть откатные уровни формируются, подтверждаются, и, соответственно, мы видим уже появление на графике торговых паттернов. Ну что ж, индекс доллара, и это первый инструмент, с которым я бы сегодня хотела начать торговую рекомендацию, актуальную для вас. Индекс доллара, ребят, работаем на покупку. По индексу доллара у нас сформировался замечательный самодостаточный лонговый паттерн, который подтвержден на графике по моей стратегии защитный трейдинг. Самодостаточный паттерн – это один из видов торговых паттернов. Почему самодостаточный, рассказываю на курсах обучения. Значит, на самом деле у нас сейчас против предыдущей нисходящей тенденции сформировалась и эта комбинация, но, тем не менее, комбинация подтверждена. Комбинация показывает лонги. Комбинация дает возможность открывать торговую позицию на покупку. И что я, в принципе, посоветовала и своим ребятам в закрытом телеграм-канале еще в пятницу, пятницу на прошлой торговой неделе. То есть я посоветовала покупать индекс доллара выше откатного уровня поддержки 102.15. И это же советую сейчас и вам публично. 102.15 – ключевой откатный консоляционный уровень поддержки, от которого работаем на покупку по диксе. Можно из текущих открывать торговые позиции, если еще ранее не открывали. С понедельника уже с открытия рынка можем работать в лонгах с целью на пробитие сопротивления, образовавшегося в районе 102.6. Следующая цель для роста – это максимумы, которые мы с вами видели в пятницу, 5 января в районе 103 с копейками и выше. Учитывая характер текущего накопления позиции, в принципе, ожидаю неплохого импульсного выброса наверх по диксе. И соответствующую реакцию, я думаю, что мы покажем и по другим валютным парам, потому что, в принципе, по остальным валютным парам из рынка Форекс у нас такие же консоляционные паттерны, как и по индексу доллара, кроме фунта. Фунт тоже рассмотрим по фунту. Скажу, чем отличаются торговые паттерны текущие от ситуации по остальным валютным парам, таким как евро, таким как доллар-франка, австралийский доллар. То есть по фунту у нас ситуация чуть отличается. А чем именно? Тем, что мы сейчас показываем не консоляционный, а коррекционный паттерн. И это два основные такие крупные блока торговых паттернов, которые я понимаю на графике и которые я, соответственно, торгую. Как их торговать, как их видеть, как их понимать, все это рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Поэтому, ребят, индекс доллара ланги, паттерн замечательный. У нас этот паттерн сформирован на хорошей такой длительной консолидации позиции и перспективу по данному инструменту я озвучила. Евро, давайте смотреться. По евро-доллару консолиционный паттерн в шорт у нас сформировался. Защитное движение шартовое по валютной паре евро-доллар началось еще в конце декабря, 28 декабря. Пролив вниз закончился 2 января. Хорошее импульсное снижение, которое подтвердилось в последующей замечательной консолидации позиции. Длительная консолидация позиции по валютной паре евро-доллар с удержанием откатного уровня сопротивления 1,0970. Говорит о том, что, ребят, евро у нас дальше нацелено вниз сам. Евро-доллар у нас добирает торговую позицию для дальнейшего снижения. Потому что я еще ранее в своих публичных предыдущих видео-обзорах советовала шартить евро. Три видео последние, значит, эти видео, в которых я советовала работать на снижение по валютной паре евро-доллара. Поэтому сейчас мы видим, что рынок еще находится на этапе до набора торговых позиций. То есть евро-доллар у нас не исключение. Евро у нас добирает торговую позицию последние несколько торговых дней в рамках шартового паттерна. То есть что мы делаем? А мы все последующие консолидационные дневочки добавляем в наш паттерн. Соответственно, у нас получается такой крупный паттерн, который только подтверждает актуальность продаж по евро и дает возможность прогнозировать дальнейший шорт. Поэтому евро-шарты. Если вы еще не открывали продажи, можете с понедельника уже это делать, потому что евро-доллар у нас готов снижаться. С текущих шарт им евро. Обращаем внимание на сопротивление отката на уровне 1,0970. Это сейчас для нас актуальный консолиционный уровень сопротивления, ниже которого продажи. С целью на пробитие минимумов, образовавшихся 5 января и ниже. В сторону этого паттерна шартового, в сторону самодостаточного консолиционного паттерна, святую шарти с евро. Дальше буду сопровождать торговую позицию в закрытом телеграм-канале ВИП-Мария Кухта, потому что мы сейчас сидим, вернее продолжаем сидеть в продажах по евро. Мы открывали еще ранние торговые позиции на продажу, которые дальше сопровождало, фактически ежедневно делала апдейты. То есть объясняла ситуацию актуальную по евро-доллару для своих подписчиков. Да, я, в принципе, по другим сигналам делаю аналогично. Почему? А для того, чтобы ребята понимали, то есть удерживаем ли дальше позицию, либо у нас происходит какая-то отмена сценария, но, в принципе, по евро у нас ничего здесь не поменялось. И каждый день, когда я делала апдейты по сигналам нашим, я говорила о том, что сохраняется у нас шартовая перспектива по евро и евро удерживаем шарты. Поэтому вам тоже публично продолжаю говорить о том, что, ребят, евро шарты, евро удерживаем продажи, если шартили ранее по моим предыдущим торговым рекомендациям, если нет, шартим в текущих. И работаем на обновление минимумов позапрошлой торговой недели и ниже. Доллар-франк, еще один инструмент из валютного рынка, еще одна валютная пара, отличный паттерн, отличная комбинация. По доллар-франку, ребят, в закрытом телеграм-канале Фибария Кухта у нас два сигнала на покупку. Значит, первый сигнал подписчики открыли в понедельник, 8 января, и второй сигнал на покупку я посвятила открывать в пятницу на прошлой торговой неделе. Замечательный лонговый паттерн, отличная комбинация позиций, консолидация позиций, отличная комбинация здесь у нас сформировалась. И, соответственно, вам тоже публично, я уже неоднократно говорю, ребят, работаем на покупку по доллар-франку. В принципе, уже в четверг мы неплохое локальное движение наверх показали, но, тем не менее, это пока не отработка, это пока еще до набора торговой позиции, до формирования торгового паттерна. Потому что, как мы видим, а уже сейчас рынок довольно, такие крупные торговые комбинации формируют, ну, возможно, потому что против тенденции, потому что все-таки по доллар-франку у нас. Тенденция нисходящая, и для того, чтобы двинуть цену против тенденции, нам нужно хорошо набрать торговую позицию, что мы, в принципе, сейчас и делаем по USDCHF. Поэтому доллар-франк, торговая идея, покупка. Откатный уровень остается тот же, ребят, 0,8480, и это откатный уровень поддержки, выше которого лангем. Плюс еще, обращаем внимание, локальная зона поддержки у нас сформировалась в районе 0,85 с копейками и 0,8490. Вот это еще локальная ценовая зона поддержки, на которую, обращаем внимание, потому что у нас два последних торговых дня, а это четверг и пятница прошлой торговой недели, удержали и эту ценовую отметку. Поэтому доллар-франк, работаем на покупку с текущих, если еще не покупали. Если покупали, по моим предыдущим рекомендациям удерживаются ланги, ланги актуальны, ланги в силе, с перспективой на обновление максимумов пятницы, 5 января в районе 0,8570 и выше. Так, дальше давайте смотреться из рынка Форекс, НСД и ЮСД. По англандскому доллару у нас здесь то же самое происходит, что и по предыдущим валютным парам. Значит, НСД и ЮСД у нас формируют самодостаточный шартовый паттерн против предыдущей восходящей тенденции, но тем не менее в сторону защитного шартового импульса. Формируется у нас текущая торговая позиция, торговая комбинация, которая дает возможность открывать шарты по названцу, если вы торгуете данный инструмент. Поэтому НСД и ЮСД шарты ниже откатного уровня сопротивления 0,6265, 0,6270 ценовая отметка. Можно ли с текущих открывать в продаже? Да, но стоплос нужно выставить за максимум пятницы. То есть, в принципе, шарты из текущих тоже рассматриваю. Какая цель у нас для снижения? Цель на пробитие, вернее, обновление минимумов, которые у нас образовались на позапрошлой торговой неделе в районе 0,6180 и ниже. Я думаю, что как минимум один хороший импульсный пролив вниз можно ожидать по названцу, точно так же, как и по остальным валютным парам. Дальше это уже вопрос сопровождения торговой позиции. Я на это очень часто акцентирую внимание, что такое сопровождение торговой позиции, почему нужно обязательно сопровождать каждую торговую позицию, каким образом это делать. В принципе, все это я показываю в закрытом телеграм-канале, и так я работаю. То есть, я для своих подписчиков обязательно сопровождаю каждый торговый сигнал, каждую торговую позицию и все необходимые моменты пишу и об этом их информирую. Поэтому вопрос сопровождения такой же важен вопрос, как и вопрос открытия торговых позиций, то есть появления точки входа. Поэтому новозеландский доллар, как минимум, ждаю еще одного импульсного движения вниз. Цель для падения озвучила. По новозеландцу я, кстати, в закрытом канале, я вам чуть позже покажу, в конце сегодняшнего обзора. Я советовала шортить NZD-USD 9 января. Мне вот это движение локально мы были в профите, то есть 3 дня падения неплохие у нас произошли, но по NZD-USD я здесь ничего не фиксировала и стопперила без убыток. Здесь меня закрыло по без убытку, то есть у нас здесь выход по без убытку и пока не перезаходило. Но в каких инструментах мы сейчас следим с подписчиками в закрытом телеграм-канале покажу сегодня в конце обзора, когда проанализирую свою работу в закрытом канале Випа Рейкухта. Так, новозеландец. Шорты. Ребята, можете с текущих шортов, если торгуете данный инструмент. Куда выставить стоп, сказала в данном случае. И, значит, вопрос отработки, перспектива локальная, тоже сказала, и вопрос сопровождения на это тоже сакцентировала внимание. Фунт. Давайте смотреть фунт-доллар. Это еще один инструмент из валютного рынка. Но, ребята, на самом деле фунт-доллар находится чуть в такой, скажем, другой интерпретации. Почему? Потому что на самом деле фунт у нас сейчас формирует не консолидационный, а коррекционный, возможный коррекционный паттерн на снижение. Почему возможный? Потому что мои ученики понимают, что коррекционный паттерн формируется тогда, когда у нас формируется третий элемент этого паттерна, а это перекрытие. Без перекрытия мы не можем говорить, что у нас паттерн как таковой присутствует на графике, поэтому будет по фунту перекрытие, буду советовать в закрытом канале шортить. Бывают случаи, когда можно торговать перекрытием в моменте, когда это делать и как это делать, это я тоже рассказываю на курсах обучения. Что же сейчас по фунту? Основной приоритет продажи в силу наличия импульсного снижения, которое у нас произошло 28 декабря и 2 января. Это такие хорошие импульсы вниз, которые сейчас для нас являются возможной защитой. Почему возможной? Потому что она еще пока до конца не подтверждена, то есть эта защита пока еще не подтверждена необходимым образом. Мы находимся на этапе коррекции, то есть на втором этапе торгового паттерна. Для того, чтобы сформировали полноценный торговый паттерн, нам нужно увидеть третий элемент этого паттерна, то есть третий этап паттерна, а это перекрытие коррекции. По фунту мы никак этого не можем сделать. Мы попытались сделать перекрытие еще 9 января во вторник, я уже думала, что это уже в принципе можно почитать перекрытием предыдущего роста, но пока еще нет, пока еще мы находимся, вернее продолжаем находиться, поджать наверх. Видите, как у нас фунт за последние полтора торговых недели довольно сильно поджимается наверх. Поэтому желательно, желательно для того, чтобы консервативно открыть продажу по фунту уже по подтвержденному самодостаточному паттерну, нам нужно подождать перекрытие предыдущего роста. Как формируется перекрытие? Есть три способа, как график может показать перекрытие и какие это способы, я тоже рассказываю на курсах обучения. Сейчас на это не буду акцентировать внимание. Но при этом хочу сказать, что приоритет по фунту продажи, если торгуете данной валютной парой, рисково, ребят, рисково, можно попробовать открыть шорт из текущих. Это те моменты, когда я называю перекрытие, значит, перекрытие в моменте ловим, то есть мы в моменте открываем продажу и уже ожидаем снижения, то есть наперед, да, то есть еще его нет, вот этого перекрытия, мы уже наперед его ожидаем, импульсное снижение, которое дальше уже будет служить перекрытием. Шорты из текущих можно рисково открыть, но, как я уже сказала, это пока очень рисковая ситуация, тем более, что контртренд, то есть пока в закрытом канале я по фунту остаюсь сейчас вне рынка. Ранее раз шортила, получила убыток, это тоже вам покажу. Значит, по фунту вышли по стопу, потому что обновили, обновили предыдущие максимумы. Пока не перезаходила, пока с фунтом не работаю, буду смотреть с понедельника. Возможно, если меня устроит, значит, как будет рынок торговаться в понедельник днем, я уже посмотрю локально на часовом таймфрейме, тогда, возможно, дам сигнал на продажу в закрытом телеграм-канале и будем работать в шорт и по фунту, потому что у нас сейчас есть довольно большое количество торговых позиций, открытых по рынку Форекс в силу наличия отличных торговых паттернов, о чем я сегодня вам тоже говорю публично. Поэтому фунт пока я жду. Есть у нас сопротивление, откатное в районе 1,2760. Обращаем внимание на эту ценовую зону сопротивления. Будет реакция вниз, можно шортить. Да, и, в принципе, можете с текущих попробовать. Но моя позиция какая, я пока не буду шортить с текущих, то есть я пока буду ждать хотя бы поведения, ценового поведения в понедельник и уже тогда принимать решение о открытии дальнейших торговых позиций, в том числе и по данной валютной паре. Если будем снижаться по фунту, смотрите, если сделаем вот это шортовое перекрытие, о котором я говорю, если сформируем самодостаточный шортовый паттерн, какая у нас перспектива для падения? Ближайшая перспектива – поддержка 1,2615. И это минимум коррекции на локальной коррекции на тренде восходящем. Пробиваем эту поддержку, дальше будем двигаться вниз. Но в любом случае здесь нужно будет частично фиксировать продажи. Если все-таки будете работать в шорт, то дальше, ребят, я в следующих своих видеообзорах обязательно буду сопровождать торговую идею на продажу, потому что я еще ранее в предыдущих обзорах тоже вам советовала работать на снижение по фунту. И сейчас у нас пока ситуация остается на месте, то есть сейчас пока ситуация на тех же позициях, которые присутствовали до этого. То есть на втором элементе торгового паттерна на коррекции возможны и поджатие наверх тоже сохраняются. Поэтому пока фунт аналогично, приоритет продажи, но нужен третий элемент паттерна. Нужно перекрывать коррекцию локальную и показывать, что это действительно коррекция. Вот такой анализ. Все эти моменты – это с моей стратегией защитный трейдинг. Ребят, как отбираю торговые паттерны, как понимаю рынок, как отбираю торговые формации – все это рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Так, фунт, свою позицию. Озвучила австралийский доллар. Торговая идея для вас. Ребят, шартим OutUSD. Я еще в пятницу своим подписчикам посоветовала шартить австралийский доллар. В закрытом телеграм-канале мы открыли шарты по австралийцу. Выставили правильный стоп-лосс и позиция у нас в рынке, несмотря на такое локальное движение наверх, выносное, которое произошло в моменте в пятницу. Австралийский доллар. Шарты. Можно с текущих работать, но при этом обращаем внимание на откатные ключевые уровни сопротивления в районе 0.6710-0.6712. Это локальный уровень сопротивления откатный, плюс еще у нас присутствует ключевой уровень 0.6740. Откатные сопротивления в рамках предыдущего импульсного снижения. Плюс видим, что есть давление локальное вниз, есть замечательная консолидация позиций. Почему я говорю, что можно из текущих шартить, а возможно еще будет как-то рынок добирать в торговую позицию. Это вопрос, скажем так, движения графика, движения рынка. Почему? Потому что вот в пятницу, допустим, у нас произошло такое движение. Оно картину не меняет. Это движение только подтверждает продажи, учитывая характер закрытия пятничной дневки. Но при этом вынос локальных стопов произошел. То есть здесь мы вынесли максимумы четверга, локальные стопы снесли. Но, как я уже сказала, я поставила правильный стоп-лосс в закрытом телеграм-канале и у нас с ребятами позиция в рынке. Потому что правильный стоп-лосс – это тоже такой вопрос, на который нужно обратить внимание, если анализируете график, если открываете сделки. Потому что бывает так, что несколько раз вынесет, а потом перезаходите, потом отбивать этот стоп – это тоже, скажем, вопрос сопровождения торговой позиции, вопрос анализа. Анализа графика и, соответственно, работы с графиком. Поэтому очень важно выставить правильный стоп-лосс, очень важно понять, сохраняется ли у нас сценарий актуальным, то есть остается ли этот сценарий актуален, а в данном случае шартовый. И я сейчас публично вам озвучиваю то, что да, шарты у нас в силе. Те шарты, о которых я еще ранее вам говорила, которые еще ранее советовала открывать, ребят, по тому же паттерну. Ну, у нас уже, видите, локальная отработка произошла в четверг. Если вы шартили по моим предыдущим торговым рекомендациям «Стролиц», а я светло шартить и 9 января, и позже в обзоре 10 января у нас вот отработка произошла. Дальше продолжаем смотреться вниз, дальше работаем на снижение. Открываются шарты, если еще не шартили. Ключевые уровни сопротивления откатные я озвучила, и перспектива на пробитие минимумов позапрошлой торговой недели в районе 0,6640 и ниже. А дальше сопровождаем торговую позицию, то есть проходит еще один импульс вниз, и этот импульс для нас становится новой защитой, если он будет подтверждаться, дальше шарты. Это принцип работы, значит, моя работа с рынком, принцип моей работы с графиком, если движение подтверждается, сторгуем в сторону движения. Соответственно, по этим параметрам отбираю для вас и публичные торговые рекомендации, и даю соответствующие сигналы в закрытом телеграм-канале Витмария Кухта. Так, по австралийцу о своей позиции озвучила. Ребята, давайте еще смотреть USDCAD. USDCAD – это еще одна валютная пара, очень интересная, и довольно хорошо сформированная у нас здесь есть позиция на покупку. Против предыдущей нисходящей тенденции, но в сторону самодостаточного лонгового паттерна, я советую дальше торговать USDCAD в лонг. Почему дальше? Потому что я еще ранее в предыдущих своих обзорах, ребят, публичные обзоры, которые выходят регулярно на моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой YouTube-канал, для того чтобы всегда получать хороший контент с анализом основных финансовых инструментов, с анализом основных рынков и с торговыми рекомендациями. Все рынки анализируют по своей стратегии защитный трейдинг. Так вот, USDCAD советовала покупать еще позапрошлом видеообзоре, обзор рынков на 9 января. Там же, кстати, светло шартизь австралийский доллар. Если еще не смотрели, можете посмотреть видео и в этом сами убедитесь. Значит, USDCAD у нас уже шикарно просто отработал локальные лонги и продолжает смотреться наверх. Значит, я советовала покупать данную валютную пару 9 января. Мы торговались фактически на своих дневных минимумах на тот момент, и посмотрите, как замечательно уже отработались в четверг, в четверг 11 января. Что дальше? А дальше у нас покупки актуальны. Вынесли короткие стопы, видите, добрали торговую позицию в пятницу. Это, в принципе, нормально. Это нужно для того, чтобы доформировать паттерн, добрать торговую позицию. Рынку нужно иногда подышать. И, соответственно, мы уже оцениваем график, исходя из того, как у нас закрывается тот или иной день. А получается, по факту у нас закрытие каждой последующей дневки, вот когда я уже советовала покупать юсдкат во вторник, 9 января, я советовала по минимальному количеству информации, необходимому для того, чтобы увидеть покупки, то есть подтвердить предыдущее движение наверх, предыдущую возможную защиту. Лонговый паттерн здесь формировался. Дальше у нас до формирования паттерна, то есть каждый новый день добавляем в паттерн, и у нас так появляется более крупная консолидация, более крупное накопление позиций, с которым ожидаем хорошего движения. В данном случае наверх, потому что защита у нас по юсдкат лонговая. Поэтому данная валютная пара покупки открывать, если еще не открывали. Продолжаем работать наверх по данному инструменту выше откатного уровня поддержки 1.3340, и это у нас минимум консолидации, консолидационный уровень поддержки, в ушкотору лонги. На эту ценовую зону мы показали хорошую реакцию в пятницу 12 января. Хорошо откупили дневку, отлично просто откупили дневку. Поджать наверх у нас находится юсдкат для еще и последних 3 дня. То есть видите, у нас в принципе здесь есть и крупный паттерн, и здесь есть у нас и локальный паттерн, что это такое, рассказываю на курсах обучения. Объясняю, как понимать такой момент, как формация формации, и каким образом формация в формациях способствует нашим торговым позициям и нашим торговым сделкам. Потому что на самом деле, если есть хорошее накопление, если есть несколько способов подтверждения защиты, то таким образом это все усиливает, усиливает вероятность отработки торгового прогноза и торговой рекомендации. Соответственно, юсдкат дальше лонги с целью на пробитие максимумов от четверга прошлой торговой недели в районе 1,3445 и выше. Значит, из текущих можно работать, но куда выставлять правильный стоплос, это все тоже нужно понимать, потому что могут быть еще локальные до набора торговых позиций, как мы это сделали в пятницу. Но, несмотря на это, паттерн актуален, паттерн остается в силе. Здесь у нас ничего не меняется, и дальнейшая лонгова картина подтверждается, учитывая характер закрытия пятничной девочки. Поэтому, ребят, сейчас свои позиции я озвучила по основным валютным парам, по рынку Форекс, в том числе и по индекс доллара, и по основным мажорам, которые коррелируют с американским долларом, и советую работать на укрепление американского доллара по отношению к другим валютам. Значит, прошлась по графикам этих валютных пар, и основные ключевые уровни откатные тоже озвучила, на которые нужно обратить внимание. А уже в закрытом канале я, ребят, сопровождаю, сопровождаю торговые сигналы, сопровождаю каждую торговую рекомендацию. Для чего я это делаю? Для того, чтобы нужно четко понимать, когда у нас остается сценарий актуален, когда у нас происходит отмена сценария, когда нужно частично фиксировать, когда стоп-лосс перевезти без убыток и так дальше. Эти все моменты – это очень важные моменты работы с графиком. То есть не только понять, когда открывать сделку, но и понять, что дальше с этой сделкой делать. Удерживать позицию, фиксировать позицию, отмена сценария, выходим с позиции. А стоп-лосс – это стоп-лосс отмена сценария, или это стоп-лосс выносный. Когда перезаходить на позицию и так дальше. То есть все это таким образом я веду в закрытом телеграм-канале. И сегодня покажу чуть позже свою работу, начиная с 1 января. То есть покажу, какие у меня были профитные позиции, какие у меня были стоповые позиции. Вы сами увидите, как я работаю в закрытом телеграм-канале, и каким образом вижу рынок, и каким образом сопровождаю торговые рекомендации. Так, давайте сейчас быстренько пройдемся по вашим вопросам. Было два вопроса. Прежде, одну секунду, прежде чем мы перейдем к вопросам, хотела бы в двух словах еще сказать по золоту, ребят, по золоту. Потому что золото я тоже советовала торговать на прошлых видеообзорах, последних своих трех обзорах, которые вышли публично на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер». Почему на золото хочу сейчас обратить внимание? Потому что по золоту от вас было много вопросов мне в личку. Исходя из того, что у нас показала дневка пятница. Видите, у нас пятничная дневочка показала реакцию наверх. Значит, я ранее советовала шортить золото. Ранее это первая публичная рекомендация в шорт была дана на выходных. И я уже говорила о том, что с понедельником можно работать в шорт. То есть направление шортовое. Здесь хорошего шортового паттерна не было. Об этом я тоже говорила. Направление шортовое можно искать с точки входа на локальных таймфреймах, в том числе на часовом таймфрейме. Шорты себя уже в понедельник неплохо отработали. Смотрите, дальше у нас продолжился формироваться паттерн. То есть если у нас еще до этого не было сформированного торгового паттерна, то дальше он продолжился формироваться. Сформировался, в принципе, в качестве консолидации с давлением вниз. Четыре дня консолидации. Раз, два, три, четвертая дневочка. И здесь я уже в закрытом канале посвятила шортить золото. То есть в закрытом канале торговый сигнал на продажу золота подписчики получили в районе 20-40 ценовой уровень, ценовая, скажем так, отметка, где я посоветовала шортить данный металл. Шорты себя локально отработали, ребят. То есть шорты как публичные, те шорты, которые я советовала открывать публично, да, в своих видеообзорах на 8 января, на 9 января, на 10 января. Все шорты себя локально отработали. В закрытом канале я сопровождаю торговую позицию. Каким образом? Тот шорт, который я посоветовала открывать еще 9 января, 30% позиции зафиксировала, стоп-лосс перевела в безубыток. Соответственно, выход по безубытку у меня произошел в пятницу 12 января. Плюс я в пятницу 12 января написала, ребят, не перезаходим на продажу, потому что есть поджатие наверх. Это как раз и есть сопровождение торговых позиций. Это как раз и есть необходимая информация, которую нужно понимать. Потому что все-таки это рынок. Рынок может вносить свои какие-то коррективы. Мы же не знаем, какая будет амплитудность падения. Это будет локальная какая-то отработка. Вот обновили предыдущий минимум. Плюс у нас здесь еще присутствует поддержка. Но опять-таки для того, чтобы эту поддержку как-то отторговать, нам нужна реакция наверх с формированием самодостаточного паттерна лонгового. То есть не просто импульс наверх, а паттерн, целый паттерн должен сформироваться, чтобы говорить о том, что эта поддержка у нас сработала на графике. Поэтому, что касается продаж, то в силу наличия шарту паттерна, советую открывать шарты, сопровождал торговую позицию на снижение. 30% посоветовала зафиксировать четверг на минимумах. Стоп-лосс перевела в безубыток. Вышли по безубытку в пятницу. И, соответственно, написала, что не перезаходим на продажу. Золото я сопровождала. И, соответственно, по золоту у меня ситуация, скажем, профитная, потому что частично зафиксировала профит, и оставшаяся часть – выход по безубытку. Это мое сопровождение позиций по золоту. Сейчас покажу, значит, в закрытом телеграм-канале, Вик-Мария Кухтам. Давайте сейчас тогда открою золото и покажу свое сопровождение, чтобы не было дополнительных вопросов. Торговый сигнал на продажу. Куда выставлять стоп-лосс? Посмотрите. 20.36. Значит, ценовая отметка, когда я, вернее, советовала шортить золото. По торговому паттерну. Дальше. Смотрим на сопровождение позиции. Золото продолжаем удерживать в продажу. Паттерн актуален. Также на предыдущем скрине вы можете увидеть, куда я светло выставить стоп-лосс. Золото у нас начинает снижаться. Я здесь опишу о том, что паттерн актуален. Продолжаем удерживать в продажу. Но куда рынок упадет, ребят? И этого никто не знает. Нужно просто сопровождать дальше позицию. Если происходит какое-то дополнительное движение на графике, которое вносит свои коррективы, учитывайте это и уже делайте выводы для себя. И, соответственно, своей торговли. Дальше. Золото. Отлично снижаемся. Зафиксируем 30% позиции на продажу. Стоп. Переводим без убыток. Смотрите. Шорт по золоту. Только что он показывал сигнал. Фиксация 30% позиции на продажу. Пробили предыдущий лоу, предыдущего движения вниз, я имею в виду. Здесь фиксация 30% стоп без убыток. То есть без убыток – это значит, что если рынок уходит в обратную сторону, мы ничего не теряем. Плюс мы фиксировали часть на минимумах. И пятница. Смотрите. По золоту вчера зафиксировали 30% позиции. Оставшаяся часть закрыта по без убытку. Пока не перезаходим на продажу. Есть поджатие наверх. Вот и все. Вот это и есть сопровождение позиции. Вот это и есть работа с рынком, работа с графиком. По золоту оставшаяся часть по без убытку. Соответственно, не перешортили. Что сейчас по золоту? Ребят, сейчас я хочу сказать одно. Ситуация довольно скользкая. Почему? Потому что пошло довольно сильное импульсное движение наверх в пятницу. То есть сейчас в текущих я бы не советовала шортить золото. Но хочу также отметить при этом, что у нас пока нет отмены шартового паттерна. Мы в пятницу закрылись ниже откатного уровня сопротивления в районе 20-50. Сейчас для нас это ключевой уровень сопротивления, на который нужно обратить внимание. Если торгуется данный металл. Шарти из текущих – это очень рисковая ситуация. Покупать мы тоже пока не можем. Почему? Потому что у нас нет паттерна. То есть если говорить о приоритетах в данном случае, то приоритеты шартовые. Здесь лонговых приоритетов нет. Да, есть импульс наверх. Но для того, чтобы дальше увидеть покупки по золоту, по подтвержденному паттерну, нам нужно, чтобы этот импульс подтвердили. Точно так же, как мы подтвердили импульс, который произошел 13 декабря. Ребят, был импульс наверх. Этот импульс был подтвержден, соответственно, хорошей торговой комбинацией. И этот импульс дал, соответственно, отличную отработку. То есть был лонговый паттерн, который дал отличную отработку. И об этом я вам тоже публично говорила, вернее, вам публично писала в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдера. Вы тоже могли воспользоваться моей рекомендацией по золоту и на этом движении заработать. Потому что в закрытом канале я все это движение по золоту, в принципе, взяла. Мы заработали на лонгах и основную часть зафиксировали еще в конце декабря, то есть перед Новым годом. А уже оставшуюся часть, вот это давление вниз пошло, я светло уже зафиксировалась. Сегодня вам покажу в закрытом канале, как я работаю с рынком и, соответственно, как работало здесь золото. Поэтому подытожим, да, формат сопровождения — это немаловажный, скажем так, немаловажный момент, на который обязательно обращаем внимание не только на открытие торговых позиций, когда открывать, да, но и также как сопровождать торговые позиции. Потому что рынок всегда может какие-то коррективы вносить свои. Рынок вносит коррективы, эти новые информационные моменты учитываем в своем анализе, в анализе того или иного инструмента и делаем соответствующие выводы. Поэтому сейчас золото, ребят, сейчас золото пока находится в шартовом паттерне, но нужно как-то вот показать реакцию вниз против пятничного импульса, потому что импульс очень сильный. Да, это может быть и в моменте реакции, возможно, сделаю какую-то локальную реакцию, тогда будем уже снижаться. Но я буду смотреть по факту, в закрытом канале у меня по золоту пока нет сигналов, я уже буду делать выводы после, возможно, закрытия понедельника, а, возможно, уже в моменте, еще вернее, в моменте, посмотрю, как в понедельник будем торговаться и тогда какие-то решения принимать. То есть по факту, если вы желаете получать от меня хорошие торговые сигналы, вовремя торговые сигналы, когда появляется информация графическая, тогда подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал и будете получать торговые сигналы с сопровождением, с четким ценовым уровнем стопа, с информацией о том, когда фиксировать позицию частично, полностью, когда выходить с позиции и так дальше. Все это, ребят, в закрытом телеграм-канале VIP Мария Кухта. Так, значит, золото проанализировала, свою позицию с текущего озвучила. Дальше давайте еще посмотрим по вашим вопросам быстренько. Значит, были вопросы по газу, давайте посмотрим газ, газ, значит, фьючерс, осмотрим фьючерс на природный газ. Какая у нас здесь ситуация? Газ лонговый, ребят, но точек входа хороших нет, газ нужно искать покупки после коррекции в рамках вот этого последнего движения лонгового. У нас произошло лонговое движение в четверг и в пятницу на прошлой торговой неделе. Есть хорошая реакция наверх, есть удержание. И, да, в принципе, формирование откатного уровня поддержки в районе 2,960. Выше него лонги, но с текущих нецелесообразно покупать, потому что далеко от поддержки. Значит, ждем коррекцию, ждем коррекционного снижения, и тогда будем покупать уже данный инструмент. Поэтому от коррекции, если это будет консолидация, то с консолидацией сразу можно покупать. Если это будет коррекция, то коррекцию нужно перекрывать, и тогда уже будем искать точки входа в лонг. Направление лонговое выше поддержки 2,960 лонги. Как покупать, тоже сказала. То есть сейчас не советую, а с текущих, вернее, не советую, а от коррекции да. И каким образом? Ну, нужно смотреть по факту. То есть если давление вниз, его нужно обязательно завершать импульсом наверх, либо перекрытием наверх. Если консолидация есть локальная ровненькая, тогда можно сразу покупать. Но, опять-таки, сколько дней консолидации, какая коррекция, какое перекрытие, это уже нужно смотреть по факту. Так, ГАЗ на свою позицию озвучила. И если смотреть о дальнейших перспективах, то, в принципе, есть шансы для того, чтобы достичь максимумов, которые у нас сформировались в ноябре и в октябре месяце прошлого года, в районе 3,590. Так, и еще давайте смотреть, был вопрос от вас, индекс, ребят, хэнксэнк индекс, давайте смотреть данный инструмент. Ну, что у нас здесь интересного? Тенденция шартовая, шартовая тенденция пока в тренде данный инструмент, никаких сигналов на разворот не вижу. То есть по тренду работайте. Единственное, что мы уже находимся на своих локальных минимумах и на предыдущих минимумах, которые сейчас мы удерживаем. То есть минимумы декабря мы сейчас удерживаем. Это единственное, что смущает по графику, по анализу графика данного инструмента. Но при этом у нас, как я уже сказала, тенденция шартовая, локальные импульсы шартовые, то есть те импульсы, которые фактически поглотили предыдущий рост. Шартовые импульсы от 2 и 8 января, вот это снижение, полностью поглотило предыдущий рост. Мы сформировали откатный уровень сопротивления 16.417, а ниже которого пока шарты. Но опять-таки шартить пока не могу советовать, потому что все-таки на минимумах находимся и возле поддержки в районе 16.050, 16.060 ценовая зона. То есть пока я бы еще подождала несколько дней. Возможно, если у нас сформируется более крупный паттерн шартовый, тогда можно будет шартить. Как покупать данный инструмент по самодостаточному лонговому? То есть если у нас произойдет импульс наверх с подтверждением, тогда, пожалуйста, можете покупать, тогда у нас будет уже какая-то лонговая информация. Как это произошло здесь, смотрите, импульс наверх, подтвердили хорошую лонговую комбинацию. Здесь у нас был самодостаточный лонговый паттерн, который дал, ну, по крайней мере, локальную контртрендовую отработку. Поэтому сейчас по тренду, сейчас продажи, откатный уровень актуальный я озвучила. У нас он еще усилен здесь зеркалом. Но, как я уже сказала, есть нюансы по точкам входа. То есть точки входа сейчас хорошей нет, но направление здесь шартовое. Так, ребят, и давайте переходить еще к последнему блоку сегодняшнего обзора. Последний блок, и это моя работа в закрытом телеграм-канале Витмария Кухта. Я хочу показать, каким образом веду работу. В закрытом телеграм-канале мы с вами посмотрим сначала, то есть с 1 января. Сразу хочу сказать, что на текущий момент у меня есть несколько открытых торговых позиций. А это торговые позиции на покупку по индексу доллара, торговые позиции на продажу по евро-доллару, на продажу по австралийскому доллару, на покупку по доллар-франку два торговых сигнала. И это то, что сейчас у нас в рынке по сигналам. Если вы желаете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Витмария Кухта и получать от меня всегда вовремя торговые сигналы с сопровождением, с ценовым уровнем стопа, с точкой входа, соответственно, напишите мне в личку. Мои контакты есть под видео. И, соответственно, по всем вопросам подписки на закрытый канал я информацию вам предоставлю в индивидуальном формате. И это же касается и обучения. Так, ребят, смотрите, 1 января сразу торговый сигнал у нас в закрытом канале. Почему? Потому что рынок уже был готов, рынок уже сформировал торговую позицию. И это эфир. Торговый сигнал на покупку эфира. Посмотрите, по моей стратегии, по хорошему усиленному паттерну я посоветовала покупать эфир. И давайте смотреть, что по эфиру. Значит, по эфиру дальше у нас пошло движение наверх. И, соответственно, я советовала дальше удерживать покупки. Эфир растет по плану. Держим покупку с целью на перехад. То есть ожидала обновления максимумов. Дальше. Значит, следующая торговая рекомендация. Это получила стоповая торговая рекомендация по серебру. Здесь я советовала покупать серебро. Тоже в начале января я думала, что в силу реакции на откатный уровень поддержки 23.7, в силу того, что у нас вот так дневка в моменте торговалась, я думала, что у нас, в принципе, уже в моменте попробуют словить перекрытие предыдущей коррекции и дальше покупать серебро. Но нет, ребят. По серебру, как вы видите, я здесь не дождалась закрытия дня, потому что тот день у нас закрыли довольно сильным давлением вниз. И в данном случае мы вышли по стопу. То есть сработал стоп-лосс, и сделка закрыта по стопу, и произошла отмена сценария, о чем я написала потом ребятам. То есть это тоже нужно понимать, потому что рынок не всегда, скажем так, будет отрабатывать наши торговые прогнозы. Бывают, конечно же, и стоповые моменты. Без стопов, в принципе, трейдинг невозможен, и это обязательно нужно понимать. Наша задача – придерживаться риск-менеджмента. Торгуем в рамках рисков, придерживаемся рисков. Риск должен быть одинаковым для каждой торговой позиции. Риск должен быть, скажем так, правильным, я имею в виду таким, который вы себе установили для своего депозита, и которого вы придерживаетесь при открытии каждой торговой позиции. Так вот, если вы так действуете, если вы действуете таким образом, то ни один, ни два стопа никоим образом не повлияют на дальнейшую картину по вашему депозиту, тем более если вы смотрите на перспективную дистанцию, то есть я имею в виду не там день, два недели, да, а три месяца, пять месяцев, год и так дальше. В таком случае вы будете дальше торговать по своей стратегии, будете дальше торговать по своей системе. Как, соответственно, действую я. И дальше вы будете просто-напросто уже и зарабатывать на следующих торговых позициях. И если есть какие-то стоповые моменты, то отбивать, соответственно, стоповые позиции. Но обязательно одинаковый риск, обязательно риск менеджмент. Это очень важные условия при открытии каждой торговой позиции. Поэтому серебро стоп-лосс здесь я не подождала закрытия дневки. Но, тем не менее, эфир, эфир очень хорошо пошел наверх. Смотрите, по эфиру частичная фиксация, стоп переводим без убыток. Частичная фиксация, ну, чуть ниже максимумов, но, тем не менее, два дня такого хорошего импульсного роста у нас здесь произошли. И зафиксировала часть позиции стоп без убыток. Так, потом оставшаяся часть вышла по без убытку, ребят, сейчас вам покажу. Значит, стоп без убытки – это сопровождение по эфиру. По серебру написала, что поспешила немножечко выход по стопу. Ни в коем случае не просиживайте просадку. Ребят, есть стоп, выходим по стопу и забываем о этой сделке, если паттерн уже теряет актуальность. Если паттерн остается актуальным, это называется выносный стоп-лосс, тогда мы можем перезайти по соответствующему паттерну. То есть это два разные момента, которые формируются на графике. Есть выносный стоп, а есть стоп-отмена сценария. Все это нужно понимать, и об этом я всегда пишу в закрытом телеграм-канале. Когда стоп-отмена сценария, а когда есть выносный стоп, что мы можем перезайти, тогда это сигнал на перезаход. Дальше, ребят, золото. Смотрите, золото – это та покупка, которую я открывала еще в декабре, и которую, кстати, публично вам тоже советовала открывать. По вот этому паттерну публично в моем открытом телеграм-канале «Мария Кухта Трейдер» вы получали от меня торговую рекомендацию на покупку. Смотрите, как мы фиксировали частично. 30% фиксация, 20% фиксация и 50% уже, когда пошло вот это давление вниз. Видите, где я зафиксировала основную, вернее, оставшуюся часть позиции. Когда уже пошла реакция вниз, когда уже видно, что чуть зажимаемся вниз, и есть вероятность того, что пройдет дальше импульсный пролив, что и по золоту произошло. Но это, сразу скажу, что это не сигнал на продажу, что здесь не открываем шарты-шарты, открываем по паттерну. Опять-таки, чтобы торговать инструмент, нужен паттерн. Был лонговый паттерн, торговый сигнал на покупку публично, торговый сигнал на покупку в закрытом канале, отработка замечательная. Дальше вопрос сопровождения. Где фиксируем, вот как я здесь показала, да, где часть фиксируем, что дальше делаем с рынком, как я дальше вела золото, дальше пошел импульс, подтвердился импульс шартовый, торговый сигнал на продажу. Так, значит, дальше, ребят, смотрим. Фунт. То же самое по фунту. Смотрите, еще сделка с декабря. Значит, а где советовала покупать фунт? И тоже вам публично советовала, но чуть повыше спокупать. Тоже в виде графического, значит, в графическом формате сделала пост в открытом телеграм-канале Марии Кухтотрейдер. Кто подписан, вы видели мой пост на покупку фунта. Торговую рекомендацию вы получали, и мы перехай по фунту сделали. Значит, по фунту вот я покупала еще ранее в закрытом канале. Фиксация 30% раньше фиксировала. Фиксация 20% и оставшаяся часть закрыта по безубытку. Поэтому здесь стоп тоже перелап безубыток. Значит, это сопровождение предыдущего торгового сигнала по фунт-доллару. Давайте смотреть дальше. Никей. Это еще один, значит, торговый инструмент, который не сработал. Никей. Здесь выход по стопу. Произошла отмена сценария. Об этом я тоже сказала в закрытом телеграм-канале. Подписчикам написала. То есть, в принципе, можно было рассмотреть шарты, но там на следующий день пошел импульс наверх, и произошла отмена сценария. Раньше по рынкам информацию тоже написала. Что нужно понимать? Это сопровождение по Никей, когда еще паттерн оставался в силе. Дальше нефть-бренд, ребят. Нефть-шарты на нефти. Неплохо. Неплохо прокатилась на импульсе вниз, который у нас произошел ранее по нефти марки-бренд. Ну, на самом деле, здесь светло-шарты правильный стоп-лосс указала. И стоп-лосс у нас устоял. То есть, там даже нефть, несмотря на то, что локально добирала торговую позицию, стоп-устоял. Сейчас посмотрим. И нефть 30% зафиксировала на минимумах шартового движения. Давайте дальше. Смотрите, значит, доллар-франк, торговые рекомендации на покупку выше откатного уровня поддержки 0,8490. Видите, у нас минимальное количество информации здесь было, необходимое для того, чтобы спрогнозировать лонги. И я в закрытом канале уже посвятила покупать доллар-франк. Отличный импульс наверх у нас потом произошел. Сейчас покажу. Вот, значит, это сопровождение торговых рекомендаций. Плюс пишу, когда есть какие-то сильные волатильные новости. Смотрите, доллар-франк. Импульс наверх, фиксация 30%. Это была пятница. 30% оппозиции на покупку фиксируем. Стоп, переводим без зубы. Так. Сопровождение по Nikkei, когда у нас еще оставался паттерн актуален. Дальше бренд. А бренд тоже сопровождение. Смотрите, бренд поджаться наверх находилось. Но, тем не менее, я написала, что паттерн остается актуален. И это очень важно, понимать актуальность паттерна и понимать возможность отмена сценария и информацию о отмене сценария. Почему? Потому что, на самом деле, так действует рынок. На самом деле, информацию от рынка мы получаем уже по текущей графической картине. Если появляется что-то новое на графике, тогда уже мы делаем какие-то коррективы. Сохраняется ли наш предыдущий паттерн или нет? Это принципиальный момент. Так вот, по нефти бренд у нас паттерн сохранился. Защитные шартовые движения. Есть такая, скажем, крупная консультация позиции с поджателем наверх. И, соответственно, я посоветовала в закрытом канале удерживать шарты. Смотрите, значит, нефть локально в пятницу поджались наверх, но пока в рамках паттерна отмены сценария нет. То есть, если кто шартил, удерживаем шарты. Если произойдет вынос максимума четверка, буду смотреть по факту и напишу, если будет перезаход или же произойдет отмена сценария. Поэтому нефть. Дальше. Работаем. На снижение это я пишу для того, чтобы ребята понимали, что дальше делать с открытыми торговыми позициями и как дальше сопровождать наши торговые открытые позиции. Так, поэтому дальше нефть отлично упала. Сейчас вам покажу франк. Дальше по франку, смотрите, написала, что оставшаяся часть закрыта по безубытку. Это та покупка, которую я зафиксировала на максимумах. Дальше опять торговый сигнал на покупку по доллар-франка. С открытия рынка открываем лонг, куда выставить 100+, указала. Три дня консолидации, на четвертый день открываем покупку. По франку. Сопровождение. Дальше тоже информацию написала. По биткоину, ребят. Здесь тоже советовала биткоин в моменте продавать. Но в моменте мы неплохо себя локально отработали. В принципе, там, где я советовала шортить, мы интродэй отработали. Сейчас покажу картину по биткоину. Но при этом потом сделали такое импульсное движение наверх. Я в своем закрытом телеграм-канале написала о том, что у нас на фоне фундаментальных показателей, на фоне фундаментальных новостей, возможно, повышенная волатильность по биткоину. То есть сказала, что, в принципе, можно и выйти с продаж, потому что пошел локальный выкуп, и по факту уже нужно посмотреть на график. Поэтому это уже тоже, тоже, ребят, вопрос сопровождения. Все это вопрос сопровождения торговых позиций. Евро шорт, торговый сигнал на продажу, это уже пошел рынок Форекс, видите, у нас уже текущая ситуация, которую я сейчас продолжаю удерживать в закрытом канале. Шорт по евро у меня еще в рынке висит, и потом сопровождала эту торговую позицию. Покупка по франку, лонг актуален. Дальше сопровождение. Нефть бренд снижается по плану, видите, как нефть хорошо падала. Снижение по нефти бренд и фиксация 30% на продажу, стоп без убыток. Вот где нужно уже частично фиксировать, я тоже написала в закрытом телеграм-канале, и где стоп нужно переведеть без убыток, тоже написала. Так что нефть у нас неплохо отработала шорты, и я такой биткоин написала информацию. Видите, мы локально, в принципе, упали. По эфиру там еще получше упали. И, значит, дальше смотрим нефти. Фиксируем еще 20% позиции на продажу, оставшиеся 50% удерживаем без убытки. Пошел хороший интердей импульс, еще фиксация 20%. В сумме 50% зафиксировали. Дальше давайте смотреть. По доллар-франку покупка актуальная, покупка в силе, то есть удерживаем лонги. И евро, удерживаем продажу, шорт актуален. Дальше сопровождение по евро. Видите, когда у нас добавляется новая информация на графике, я ее добавляю в тот паттерн, который у меня есть предыдущий. Если паттерн продолжает сохраняться, об этом тоже пишу. НЗД шарты, вот шорт по НЗД. По НЗД частично зафиксировала, тоже сейчас вам покажу. Частичные фиксации по НЗД. Вот где золото шарты, где золото светло шартить. И часть зафиксировала по золоту. Давайте смотреть дальше. Нефть, значит, написала, что нефть закрыта по без убытку, сопровождение по нефти. Дальше фунт шорту по фунту, выход по стопу у меня получился, потому что фунт поджаться наверх. Об этом тоже я вам сегодня говорила. Дальше напоминала о рисках в закрытом канале. Так, давайте дальше смотреть. Доллар и франк удерживаем покупку. Несмотря на то, что вот эти дневочки у нас локально зажимались вниз, но все-таки я показала, что да, дальше покупка актуальна. Продолжаем удерживать лонги по данному инструменту. Новозеландский доллар, тоже сопровождение. Удерживаем продажу по НСД и ЮСД. Значит, дальше по фунту еще апдейт сделала. То есть у нас на тот момент еще паттерн оставался в силе. Он и сейчас остается в силе, но только нет перекрытия поджаться наверх. Поджаться наверх еще. Евро, несмотря на вот этот вынос локальный, который произошел у нас такой импульсный, я написала, что удерживаем продажу, шорт актуален, потому что паттерн оставался в силе. Дальше золото. Сопровождение по золоту удерживаем продажу. Дальше, ребят. Новозеландский доллар, смотрите, отлично снижается. Вот отработка по НСД и ЮСД. Но я не фиксировала. Я просто стоп перевела в безубыток, у меня закрыта по безубытку. Данная позиция. Написала, что удерживаем. Позиция по Форекс. Смотрите, золото. Фиксация частичная на продажу. Стоп в безубыток и выход по безубытку в пятницу. Дальше, Дикси покупка. Это уже в пятницу торговая рекомендация на покупку по Дикси выше откатного уровня 102.15. Об этом вам тоже сегодня говорила. И тоже вам советую открывать слонги. Австралийский доллар, шорты. Правильный стоп-лосс. Посмотрите, стоп по 0.6735 у нас устоял по австралийцу. И, в принципе, позиция в рынке. Дневка, пятница закрылась. Отлично. Продолжаем удерживать шорты по австралийцу. Дальше, не евро, доллар. Продолжаем удерживать шорты по Атерна Ктуалин. Это я пишу для того, чтобы ребята понимали. То есть удерживаем позицию. Либо как-то у нас происходит отмена сценария. Но по евро ничего не поменялось. Евро дальше шорты. Пятница у нас закрылась отлично. И евро продолжаем работать в шортом. Доллар, франк. Можно докупиться. Это еще один торговый сигнал на покупку. И продолжаем удерживать предыдущую покупку. Второй сигнал. Открыла в пятницу. Стоп 0.8480 устоял. Локально добрали пятницу позицию. Но, тем не менее, мы в рынке. И удерживаем два сигнала на покупку USDCIF. Золото. Вот написала, видите, по золоту. Оставшаяся часть по безубытку. Здесь фиксация 30%. Не перезаходим на продажу. Есть поджаться наверх. Это основной момент, который был необходим для того, чтобы понимать сопровождение по золоту. Вернее, понимать дальнейшую информацию по золоту. И, собственно, таким образом я уже определила, что пока не торговая картина, пока по золоту не рынка. Ну и в конце пятницы, ребят, написала о том, что по Форексу все паттерны актуальны. Удерживаем позиции. Какие именно у нас продажи евро, продажи австралийца. Две покупки по доллар-франку и покупка по индексу доллара. Эта позиция актуальна. Сегодня вам тоже торговые рекомендации соответствующие давала и публично. Если посмотрите видео, можете воспользоваться моими рекомендациями и открывать соответствующие позиции с понедельника. В своих дальнейших обзорах буду делать апдейты сегодняшних торговых рекомендаций. Буду анализировать и дальше рынок Форекс и другие рынки в следующих обзорах. Если есть у вас какие-то вопросы по другим инструментам, которые я сегодня не анализировала, вы можете задать соответствующие вопросы в комментариях. Пишите тикеры инструментов и я буду их анализировать на своих следующих видео. Также напомню, что если вам импонирует моя торговая стратегия, если вам импонирует мой анализ рынка, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Витмария Кухта. Свою работу в закрытом телеграм-канале показала, как я сопровождаю каждую торговую позицию, показала. Дальше, если вам импонирует мой метод анализа, вы можете ко мне на курсы обучения записаться. По поводу обучения пишите в личку. Точно так же, как и по сигналам, всю информацию предоставлю вам в индивидуальном формате и по сигналам, и по обучению. Так, ребят, также напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер для того, чтобы всегда получать хороший контент с анализом основных финансовых инструментов и с торговыми идеями. Поэтому не забывайте подписываться, если вы еще не подписались. Так, значит, я думаю, что на сегодня уже будем заканчивать. В принципе, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, обязательно поставьте лайк. Буду благодарна за вашу реакцию, буду благодарна за ваши отзывы. За ваш фидбэк. Жду от вас свежих реакций. Также спасибо за предыдущие реакции, отзывы на мои предыдущие видеообзоры и комментарии. Жду свежего фидбэка. Всем хорошего дня, ребят. Прибыльной торговли. Если есть вопросы, пишите в комментариях. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова